всем привет сегодня я вам покажу как связать вот такие красивые чудесные варежки они очень теплые удобные мастер-класс по петельный и подробный узору выглядит очень красиво под видео будет установлены тайм-коды по которым вы легко можете переместиться в интересующий вас этап обучения для вязания варежек нам понадобятся круговые спицы номер 4 с леской 60 сантиметров можно использовать леску и длиннее вы можете также вязать пятью чулочными спицами номер четыре также нам понадобится вспомогательная булавка либо дополнительная нить если ее нет маркер сантиметровая лента ножницы и счетчик рядов если есть вязала я варежки из пряжи на к в две нити цвет пряжи под номером 10 639 100 граммах 200 метров 25 процентов полиамида 75 процентов шерсти для начала вам нужно связать узор по нему у меня есть подробный мастер-класс ссылку на него я прикреплю в описании под видео раппорт узора составляет 6 петель в длину и 4 ряда высоту чтобы определить сколько петель нам надо набрать чтобы связать варежки нужно рассчитать сколько петель в одном сантиметре узора для удобства я отмечаю булавкой границы внутри которых я буду измерять у меня получилось 7 сантиметров 12 петель делим 12 петель на 7 сантиметров и получаем 1 целая 71 петли в одном сантиметре узора еще надо связать образец лицевой гладью вы можете связать его большего размера для удобства и и также измерить сантиметровой лентой у меня получилось 6 сантиметров 10 петель делим 10 петель на 6 сантиметров получаем и 1,66 петли в одном сантиметре лицевой гладью теперь измеряем самое широкое место на ладони у меня 18 сантиметров 18 делим на 2 по 9 сантиметров на каждую сторону ладони на одной стороне ладони у нас будет лицевая гладь на другой узор значит чтобы определить сколько нам надо петель для лицевой глади мы 9 сантиметров умножаем на 1,66 петель лицевой глади получаем 15 петель с округлением для стороны с узором умножаем 9 сантиметров на 1,71 петли узора и получаем если округлить тоже 15 петель 15 плюс 15 получается 30 петель вы можете использовать мое количество петель если у вас совпадает метраж и толщина пряжи и ширина ладони делаем набор петель определяем сколько нити нам понадобится оставляем небольшой хвостик и наматываем на одну спицу 30 раз вот такой длины нить нам нужна начинаем набор петель берем две спицы складываем их вместе соединяем большой и указательный палец прокладываем нить и фиксируем ее пальцами спицами заводим между большим и указательным пальцем затем снизу вверх от себя петлю большого пальца далее захватываем нить с указательного и сверху в петлю большого пальца сбрасываем нить с большого пальца и и затягиваем петли получаются сразу две делаем третью петлю нечетную спицы направляем снизу вверх в петлю большого пальца захватываем нить от указательного и вниз в петлю большого пальца сбрасываем нить и затягиваем четвертой петли четной большой палец захватывает нить от себя и спицы нужно направить петлю большого пальца сверху вниз далее захватываем Перевладываем нить от указательного и не поднимая спицы, направляем их в петлю большого пальца и затягиваем. Повторяем, нечетная пятая петля. Соединяем большой указательный палец, разводим их. Спицы снизу входят в петлю большого пальца. Далее захватывают нить от указательного и затягиваем. С шестой четной палец большой захватывает нить справа налево. Спицы направляются в петлю большого пальца, захватывают низ указательного и затягиваем. Итак, повторяем. На спице у нас 30 петель. Вытягиваем одну спицу, разворачиваем вязание. Вязать будем способом Magic Look. Для этого находим середину. Так как у меня 30 петель, а нужно, чтобы на спице было четное количество петель. Поэтому на правой спице у меня будет 14 петель, там где будет лицевая гладь. А на левой 16, там где будет узор. И вытягиваем леску. Разворачиваем вязание, чтобы нить от клубка была на правой спице. Левую спицу вставляем вовнутрь, а правую вытягиваем спицу, но не до конца. Оставляем петлю. И следим, чтобы цепочка под петлями не перекручивалась, находилась внутри и была ровной. Вытянутой правой спицей начинаем вязать резинку один на один. Первая лицевая провязываем за переднюю стенку. Спица идет снизу вверх в петлю. Захватываем нить с пальца и обратно возвращается. И снимаем петлю с левой спицы. Следующая изнаночная. В первом ряду ее нужно провязывать за переднюю стенку. Заводим спицу сверху вниз, захватываем нить и обратно. Снимаем петлю со спицы и повторяем. Лицевая. Изнаночная. Довязываем до конца спицы. Вот у нас осталась лицевая и изнаночная. Втягиваем левую спицу вовнутрь. А правую вытягиваем. Оставляем небольшую петлю и разворачиваем вязание. Нить должна выходить от правой спицы. Вталкиваем до конца левую спицу, а правую немного довытягиваем, чтобы также образовалась небольшая петля лески. Следующая петля лицевая. Провязываем также за переднюю стенку. И изнаночная также за переднюю стенку. Довязываем до конца спицы. Вот я довязала и повторяем. Втягиваем спицу вовнутрь левую, а правую вытягиваем. И разворачиваем вязание. Втягиваем левую спицу до конца, а правую вытягиваем, чтобы и слева, и справа оставалась небольшая петля лески. Кончик нити подтягиваем. Далее продолжаем. Лицевая за переднюю стенку, а вот изнаночная во втором ряду она развернулась. Вот у нее левая стенка и правая. В первом ряду правая стенка была ближе к нам. И мы изнаночную петлю провязывали за переднюю стенку. А сейчас она развернута. И правая стенка дальше от нас, чем левая стенка. И поэтому мы ее провязываем за заднюю стенку. Лицевая и изнаночная. И так продолжаем по кругу вязать резинку 1х1 до нужной вам высоты. Я провязала резинку 13 рядов. Теперь нам понадобится 2 маркера и счетчик рядов. Будем вязать левую варежку. Ориентироваться будем на кончик нити. Он будет расположен с левой стороны. И с той же стороны будет большой палец. Для него будем делать прибавки. Для того, чтобы понять сколько нам нужно прибавок, для этого нужно измерить большой палец. У меня получилось 7 см. И 1 см я добавляю для свободного движения. Получается 8 см. 8 см. И в 1 см у меня 1,66 петли лицевой глади. И поэтому 1,66 я умножаю на 8 см. У меня с округлением получилось 13 петель. Поэтому для анатомического пальчика нам понадобится 13 петель. 3 петли будем набирать, когда будем провязывать палец. 2 петли сразу перейдут с основного вязания. Остается сделать прибавки из 8 петель. По 4 петли на каждую сторону. Достаточно будет делать прибавки 1 раз в 4 ряда. Здесь и здесь. Я буду делать прибавки в первом ряду каждого рапорта узора. На стороне, где кончик нити слева, будет лицевая гладь до конца. А с обратной узор, там где кончик нити справа. Начинаем вязать со стороны узора, с тыльной стороны левой руки. Первый ряд узором. Вытягиваем правую спицу. Здесь у нас будут прибавки. Провязываем лицевую за передние стенки. И делаем прибавку. Захватываем петлю на ряд ниже. И провязываем за переднюю стенку. Лицевой гладью. Здесь нужно поставить маркер. Я забыла это сделать, но вы обязательно сделайте. Он будет отделять петли большого пальца. Далее вяжем изнаночную петлю за заднюю стенку. Лицевая петля за переднюю стенку. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая за переднюю стенку. Следующая лицевая. Но так как она была изнаночной в предыдущем ряду, то правая стенка находится сзади спицы. Поэтому лицевую будем вязать за заднюю стенку. Далее лицевая за переднюю стенку. И повторяем. Изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая за переднюю. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая за переднюю. И далее лицевая за заднюю стенку. И лицевая за переднюю стенку. И завершаем узор. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая за переднюю стенку. Изнаночная за заднюю стенку. Разворачиваем вязание. Здесь вяжем до конца лицевыми петлями. Чередуя за переднюю стенку и за заднюю стенку, где была изнаночная. В конце мы делаем прибавки. Осталось привязать последнюю лицевую. Надеваем маркер. И цепляем петлю на ряд ниже. Провязываем ее за переднюю стенку лицевой. И последнюю лицевую за заднюю стенку. Разворачиваем вязание. Спицу вталкиваем вовнутрь. А правую спицу вытягиваем. Второй ряд. Вяжем по рисунку. Лицевая. Это у нас была прибавка. Ее провязываем как лицевую за переднюю стенку. Далее у вас должен стоять маркер. Я забыла его поставить. Поэтому надеваю его сейчас. Далее у нас идет узор. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И три лицевые за передние стенки. Провязываем до конца спицы. Разворачиваемся. И вяжем все лицевые за переднюю стенку. Вяжем так до желтого маркера. Третий ряд. Изнаночная. Далее одиночную лицевую будем провязывать на ряд ниже. Это будем делать в нечетных рядах. В первом и в третьем ряду. Заводим спицу в дырочку под петлей. И захватываем нить. И выводим ее обратно. И снимаем петлю со спицы. Далее изнаночная. И провязываем три лицевые за передние стенки. Изнаночная. И далее лицевую провязываем на ряд ниже. Изнаночная. И три лицевые. Изнаночная. Далее одиночную лицевую провязываем на ряд ниже. Изнаночная. Разворачиваем вязание. Далее до желтого маркера все лицевые. Четвертый ряд. Повторяем по рисунку. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Три лицевые. И так до конца этой спицы. А на другой провязываем все лицевые до желтого маркера. Первый ряд. Делаем прибавку. Захватываем петлю на ряд ниже. Далее захватываем нить. И снимаем петлю со спицы. Переснимаем желтый маркер. Далее изнаночная. Далее лицевая на ряд ниже. Вводим спицу в дырочку на ряд ниже. Захватываем нить и снимаем петлю изнаночная. Далее находим из трех лицевых вторую лицевую. Оттягиваем полотно, чтобы лучше видно было. Находим четвертую дырочку. Раз, два, три, четвертая. Вводим туда спицу, захватываем нить и вытягиваем ее. Следим, чтобы нить вытянулась достаточно, чтобы полотно в дальнейшем не стягивалось. Провязываем три лицевые. И в эту же петлю вводим спицу и вытягиваем нить. Старайтесь, чтобы вытянутые нити были одного размера. Далее изнаночная. Лицевая на ряд ниже. Изнаночная. И находим вторую лицевую. Отсчитываем четвертую петлю. И в четвертую петлю вводим спицу. Вытягиваем нить и провязываем три лицевые. И в эту же петлю вводим спицу. И вытягиваем нить. Изнаночная. Лицевая на ряд ниже. И изнаночная. Разворачиваем вязание. Провязываем все лицевые до синего маркера. Переснимаем маркер. Делаем прибавку. Захватываем петлю на ряд ниже. И за переднюю стенку провязываем ее как лицевую. Далее вяжем все лицевые до желтого маркера. Второй ряд. Вяжем по рисунку. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Переснимаем вытянутую петлю. Три лицевые. Переснимаем вытянутую петлю. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И так до конца. На обратной стороне все лицевые. Так вяжем до желтого маркера. Третий ряд. Изнаночная. Лицевая на ряд ниже. Изнаночная. Вытянутую петлю переснимаем. Провязываем лицевую. И вытянутую петлю надеваем на провязанную лицевую петлю. Далее лицевая. И следующую лицевую провязываем вместе с вытянутой петлей. За переднюю стенку. Далее повторяем. Изнаночная. Лицевая на ряд ниже. Изнаночная. Вытянутую петлю переснимаем. Лицевая. Надеваем вытянутую петлю на лицевую. Далее лицевая. И провязываем лицевую петлю вместе с вытянутой петлей. Далее изнаночная. Лицевая на ряд ниже. И изнаночная. Разворачиваем вязание. И далее до желтого маркера провязываем все лицевые. Четвертый ряд. Вяжем по рисунку. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И три лицевые до конца. И на этой стороне до желтого маркера вяжем все лицевые. Первый ряд. Делаем прибавку. Захватываем нить на ряд ниже. Вытягиваем. И провязываем как лицевую. Изнаночная. Лицевая на ряд ниже. Изнаночная. У второй лицевой спускаемся на четвертую петлю вниз. Захватываем нить. Вытягиваем и провязываем три лицевые. И в ту же петлю вытягиваем нить. Повторяем до конца. И на другой стороне провязываем все лицевые до синего маркера. Делаем прибавку. Захватываем петлю на ряд ниже. Провязываем лицевой. Все остальные петли провязываем лицевой до желтого маркера. Второй ряд провязываем по рисунку. Там, где вытянуты петли, мы их просто переснимаем. Третий ряд. Изнаночная. Лицевая на ряд ниже. Изнаночная. Переснимаем вытянутую петлю. Лицевая. И надеваем вытянутую петлю на провязанную лицевую. Далее лицевая. И следующую лицевую мы провязываем вместе с вытянутой петлей. Далее повторяем. И на обратной стороне все лицевые до желтого маркера. Четвертый ряд. Все повторяем по рисунку. И теперь смотрите. Следующий рапорт узора до пальчика я повторяю. В первом ряду нужно обязательно прибавку сделать. Не забывайте. Я провязала 4 рапорта узора. Первый рапорт узора без вытянутых петель. А 3 рапорта с вытянутыми петлями. Далее я буду переснимать от одного маркера до другого петли на вспомогательную булавку. После того, как пересняли петли на вспомогательную булавку. Мы первую петлю узора первого ряда провязывать изнаночную очень туго. Затягивайте, чтобы петля не была ослаблена. И продолжаем вязать узор с первого ряда. Вяжите дальше без прибавок. Провязывайте до нужной вам длины, до закрытия мизинца. Провязывайте самостоятельно. То есть вы вяжете, продолжаете также вязать рапорт узора с первого по четвертый ряд, но уже без прибавок. Так, вот такая красота у нас получается. Я закрыла мизинец. Вот, у меня получилось с вытянутыми петлями 10 рапортов. Сейчас будем убавлять. Убавлять будем во втором и в четвертом ряду. Сейчас я провязала первый ряд и начну убавлять. Второй ряд. Провязываем изнаночную. Теперь лицевую мы вот как начинаем вязать, вот так же мы ее захватываем и просто переснимаем. Изнаночную мы провязываем как лицевую за заднюю стенку. И теперь лицевую, которую мы просто пересняли, мы ее надеваем на лицевую петлю, которую провязали. Вот так вот у нас провязывается убавка в начале ряда. Далее мы вяжем все по рисунку. Это у нас второй ряд. Вытянутые петли мы просто переснимаем. Осталось у нас три петли. Следующие петли мы провязываем две вместе за переднюю стенку. И изнаночную. В лицевой глади мы также провязываем первую петлю лицевую. Следующую петлю мы захватываем как обычно провязываем и просто ее переснимаем. Далее лицевую провязываем за переднюю стенку. И ту петлю, которую мы просто пересняли, мы надеваем на ту лицевую, которую провязали. Далее вяжем лицевые. И когда останется три петли, я вам покажу как дальше вязать. Осталось у нас три петли. Мы также провязываем сразу две петли за передние стенки. Ну и последнюю как лицевую провязываем. Третий ряд. Провязываем изнаночную как обычно за заднюю стенку. Далее у нас идет петля, которую мы провязывали две вместе. Мы не будем уже спускаться на ряд ниже, а просто ее провяжем за переднюю стенку как лицевую. Далее мы переснимаем вытянутую петлю, провязываем лицевую. Надеваем вытянутую петлю на провязанную лицевую. Еще одна лицевая. И вытянутую петлю вместе с лицевой провязываем вместе. И вот двойная у нас петля. В предыдущем ряду мы провязывали две вместе. Эту петлю мы сейчас просто провязываем как лицевую и изнаночная петля. Далее мы провязываем лицевыми все петли. Далее у нас идет четвертый ряд. Провязываем изнаночную. Теперь провязываем две вместе лицевые. Первую мы просто как переснимаем. Лицевую провязываем за переднюю стенку. И ту петлю, которую переснимали, мы ее просто надеваем на лицевую. Она получается с направлением влево. Петля провязывается. В четвертом ряду мы вяжем все по рисунку. Так, вот у нас осталось три петли. И две петли мы провязываем за передние стенки вместе лицевой петлей. И последняя у нас изнаночная. Лицевая петля, переснимаем лицевую и надеваем переснятую петлю на провязанную лицевую петлю. Далее мы все вяжем до конца лицевыми петлями. И в конце, когда остается три петли, мы две петли провязываем вместе за передние стенки. Далее первый ряд. Убавки мы здесь уже не делаем. Вяжем изнаночную. Находим здесь вторую лицевую. Четвертую дырочку. Раз, два, три, четвертую. Вытягиваем петлю. Провязываем три лицевые. В эту же дырочку мы вытягиваем петлю. Далее у нас изнаночная. Здесь мы на ряд ниже спускаемся. Провязываем лицевую. Далее изнаночную. И здесь мы также находим четвертую дырочку. Вытягиваем петлю. Три лицевые. Три лицевые. Три лицевые. И в эту же дырочку вытягиваем петлю. И изнаночную. Здесь мы провязываем все лицевые. Второй ряд. Делаем убавки. Провязываем изнаночную. Переснимаем вытянутую петлю. Далее мы также переснимаем лицевую. Провязываем следующую лицевую. И ту лицевую петлю, которую мы пересняли, мы надеваем на провязанную лицевую петлю. Вытянутую петлю, вытянутая петля у нас так и остается переснятой. Далее мы провязываем лицевую. Переснимаем вытянутую петлю. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Вытянутую петлю переснимаем. Лицевая. И далее остается у нас изнаночная вытянутая петля и две лицевые. Мы вытянутую петлю не считаем, а провязываем две лицевые за передние стенки вместе. Переснимаем вытянутую петлю и провязываем изнаночную. Лицевая. Переснимаем вторую петлю. Лицевую провязываем далее. И надеваем переснятую лицевую петлю на провязанную лицевую. Далее идет лицевая петля. Оставляем три петли. И провязываем две вместе лицевые петли. И лицевая петля. Третий ряд. Изнаночная. Здесь мы уже в этом ряду убавки не делаем. А провязываем по рапорту узора. Лицевая. Переснимаем. А надеваем вытянутую петлю на провязанную лицевую. Здесь мы уже вместе провязываем лицевую и вытянутую петлю. По середине лицевой уже не будет петли. Изнаночная. Спускаемся на ряд ниже. Провязываем лицевую. Изнаночная. Переснимаем вытянутую петлю. Лицевая. Надеваем вытянутую петлю на лицевую. Провязываем вместе вытянутую петлю с лицевой. Изнаночная. Здесь провязываем все лицевые. В четвертом ряду делаем убавки. Изнаночная. Переснимаем лицевую. Провязываем далее лицевую. Надеваем переснятую лицевую на провязанную лицевую. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Провязываем вместе 2 лицевые. Изнаночная. Разворачиваем вязание. Первую лицевую провязываем. Далее переснимаем лицевую. Провязываем лицевую следующую. Надеваем непровязанную лицевую на провязанную лицевую. Еще одна лицевая. И провязываем 2 вместе. И последнюю лицевую провязываем. Первый ряд. Убавки мы здесь не делаем. И провязывать мы будем по рисунку. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. И изнаночная. На этой стороне все лицевые. Все пальцы у меня закрыты. Сейчас я буду делать закрытие варежки. Так у нас получается. Закрываем петли варежки. У нас на спице где был узор 7 петель. А на другой спице где была лицевая гладь 5 петель. Перекинем крайнюю левую петлю на другую спицу. Чтобы у нас было одинаковое количество петель на той и на другой спице. Сейчас у нас одинаковое количество петель. Я оставила небольшой длины нитку и вделала в иголку. Первую петлю мы захватываем так же как лицевую петлю. И ее сразу выпускаем. И затягиваем. А вот следующую провязываем противоположно. То есть справа налево. Но ее уже мы не выпускаем. Когда мы провязываем на одной спице. Мы петли противоположные провязываем. То есть первая у нас была слева направо. А следующая петля уже справа налево. А вот когда переходим на другую спицу. Мы повторяем. Мы значит здесь закончили справа налево провязывать петлю. И ее оставили на спицу. И здесь мы также повторяем. Справа налево. Справа налево. Но первую петлю мы всегда выпускаем. И затягиваем. На этой же спице мы вяжем в противоположную сторону. То есть мы заходили справа налево. Следующую петлю мы провязываем слева направо. Но ее уже мы оставляем. Когда мы переходим на другую спицу. Мы повторяем. Здесь мы провязывали слева направо. И мы здесь тоже повторяем. Слева провязываем направо. Первую петлю мы всегда отпускаем. Затягиваем. Провязываем слева направо. На этой же спице мы вяжем в другую сторону. Справа налево. И эту петлю мы уже оставляем. Вот как провязывали здесь справа налево. Значит здесь мы тоже повторяем. Когда мы переходим на другую спицу. Справа налево. Но эту же первую петлю мы отпускаем. Теперь наоборот провязываем слева направо. И ее мы уже не выпускаем. Как мы провязывали слева направо. Когда переходим на другую спицу. Мы повторяем. Вяжем также слева направо. Первую петлю мы всегда выпускаем. Следующую петлю вяжем противоположно. Справа налево. Но ее уже мы не выпускаем. Переходя на другую спицу. Мы повторяем. Справа налево. Но так как это первая петля. Мы ее выпускаем. Зацепила. Выпускаем. Мы провязывали справа налево. Теперь наоборот вяжем слева направо. Теперь повторяем на другой спице. Слева направо вяжем. Слева направо вяжем. Первую петлю мы крайне выпускаем. Наоборот вяжем справа налево. Следующую петлю. переходим на другую спицу повторяем справа налево до следите чтобы нитка не чтобы нитка не захотела на эту мы ее выпускаем и наоборот вяжем слева направо петлю мы оставляем на спицу повторяем слева направо но это крайняя петля мы ее выпускаем следующую петлю мы наоборот вяжем справа налево повторяем справа налево выпускаем эту петлю следующую наоборот вяжем слева направо ее не выпускаем повторяем слева направо петлю мы выпускаем эту петлю мы также провяжем слева направо далее мы будем прятать кончик внутри внутри варежки вот так вот у нас получилось такая красота и теперь я кончик вот сюда я иглу вставляю и там вытягиваю внутри вытягиваю немножко нужно потянуть вытянул вытянула с обратной стороны нить немножко затягиваю и делаем узелок и теперь прячем нить там где лицевые за стенки цепляю так мы спрячем ниточку и отрезаем нить вот так у нас аккуратненько получилось так сейчас будем вязать пальчик у нас 10 петель мы их поделим пополам и вытянем спицу так бы туда вне вязать нам нужно здесь подцепить 3 петли первую петлю я здесь подцеплю старайтесь подцепить петлю наименее вытянутая такая она уже вытянутая лучше такой нет цепки не цеплять здесь более такая упругая петля далее мы оставляем небольшой хвостик он нам понадобится для того чтобы закрыть дырочка если у нас здесь образует будет образовываться и провязываем как обычно лицевую за переднюю стенку так хвостик мы прячем во внутрь чтобы нам не мешал если и начинаем вязать от клубка нитка нитку берем от клубка далее я вот здесь подцеплю петлю также провязываю лицевую за переднюю стенку и следующую петлю я подцеплю здесь это же провяжу за переднюю стенку ну а дальше мы вяжем по кругу провязываем так до того момента как мы закроем большой палец я вам покажу как делать убавки далее я закрыла пальчик так у нас получается сейчас будем делать закрытие провязываем каждые две петли вместе лицевой гладью за передние стенки так продолжаем до конца у нас 13 петель вместе провязали получилось у на 6 петель последнюю петлю провязываю просто лицевой отрезаем нить оставляем небольшой хвостик вдеваем в иглу надеваем все петли на иглу и просто мы затягиваем вводим иглу в пальчик с обратной стороны вытягиваем нить оборачиваю делаем узелок и прячем нитку подцепляем петельки подцепляем петельки прячем вот здесь у нас образовалась небольшая дырочка сейчас мы будем прятать подцепляем петельки вдеваем нитку в иголку и вот таким образом провязывая мы будем прятать эту дырочку вот так у нас получилось дырочки не видно так теперь объясню как связать правую варежку получается вяжем мы все так же только ориентируемся на кончик нити с этой стороны у нас будет палец и теперь справа от нити у нас будет узор а слева лицевая гладь прибавки начинаем делать в лицевой глади заканчиваем делать там где узор заканчивается делаем прибавки один раз в 4 ряда в каждом первом ряду раппорта узора остальное вяжется все так же такая красота теплые удобные варежки с анатомическим пальчиком и все так же